Здравствуйте, уважаемые зрители, любители киберспорта. Финальные бои кланового тандема только для вас. Сегодня показывает киберспортивный канал Танков Онлайн. Для вас комментирует Антон Криминал и мой коллега Александр Алексес. Он транслирует Маша Фортуна. Сегодня мы покажем полуфинал нижней сетки. Я напомню, клановый тандем проходит по системе двойного выбывания. Это значит, что даже если ты печален и вылетел из турнира, ты попадаешь в нижнюю сетку, где придется играть в два раза больше, но зато у тебя остаются шансы пройти дальше и даже победить, если ты окажешься сильнее всех вылетевших из верхней сетки. И вот у нас осталось всего 4 тандема в нижней сетке. Том Реддл и Лакост сойдутся сегодня с Борлусом и Берн Флеймом. Я думаю, будет очень интересный бой. Берн Флеймом, если говорить о титулах сегодняшних участников, участников сегодняшнего боя, Антон, что ты можешь сказать? Ну, Лакост с Том Реддлом. Серебряные призеры МЧ-7. Том Реддл также победитель, чемпион Тов Соло Гром. Берн Флейм тоже победитель, точнее серебряный призер МЧ-7 в составе General Tanks. Про Борланса, ну, пока не знаю, ничего не могу сказать. Ну, Борланс пока не такой звездный и изменито, а Берн Флейм, кроме того, нужно не забывать еще и победитель межкланового чемпионата, правда, шестого сезона в составе General Tanks. Выполнял он уникальную роль единственного защитника на карте Оса. Я думаю, Антон помнит. Твой клан часто тренировался с кланом Берн Флейма на этой карте. Да, воспоминания хорошие остались. Берн Флейма оставляли одного в защите и все над ним смеялись, но он справлялся. Итак, первый бой у нас на карте Песочница, старая добрая Песочница, которую мы еще не раз увидим в ближайшее время, я в этом уверен. Формат Light, это значит огонь по своим включен, расходники выключены, а из оружия разрешена только рельса и легкие корпуса. Второй бой пройдет в формате Хард на карте Red Alert. И сумма флагов всех боев будет суммирована, и таким образом будет выявлен победитель. Смотрю, тандемы не выбирают ВАСП. Ширина равных сыграть. ВАСП на песке, согласись с этими спусками и подъемами, я думаю, он будет чаще перевернут, чем где-то полезен. А у нас уже начался бой, мы видим, что упало ДД на кемперке у Тома Реддла, он попытается взять, но Борланс его сторожит. Лакост окружает Бернфлейма и попытается того отвлечь, но Том Реддл, великолепный выстрел ему удается. Лакост будет один в один разбираться с Борлансом на респе, а Том Реддл попробует защитить свой флаг, и у него это получается. Лакост получает рель, остается один, и тандем начинает не очень убедительно. А Борланс-то промахивается по ДДшнику? А Том Реддл отвечает взаимностью. 1-0 в пользу красного тандема. Бернфлейм берет флаг. А Борланс-то по Бернфлейме попал? Да, Борланс попадает прямо по Бернфлейму, удивительно. Я думаю, еще один раз мы такое увидим, и нужно будет сходить в конференцию к синему тандему и послушать, что по этому поводу думает Бернфлейм. Могли увозить флаг игроки синего тандема, но вместо этого Борланс все испортил, попав по-своему. Антон, как ты относишься к введению огня по своим в киберспортивных турнирах? Ну, я нейтрально отношусь. В принципе, тут есть и свои плюсы, и свои минусы. Но плюс, во-первых, в том, что ты можешь добить перевернутого напарника, но и минус в том, что ты можешь в любой момент снять ему половину жизни, когда он, вот, как сейчас мы видели, когда он увозил флаг. Борланс опять попадает в стенку вместо того, чтобы спасти своего флагоносца. И уже 2-0 в пользу красного тандема. Мы наблюдаем, пока красные доминируют. Я скажу так, я долгое время был против категорических введений огня по своим, но потом в какой-то момент встал за. Потому что все-таки это делает игру интереснее, разнообразнее и повышает требования к скиллу. Но вот сейчас у синего тандема вроде все под контролем. Есть шанс. Если берут его, то им не промажет. Очень хорошо. Лакос контролирует. И нет, его убивают. Молодец в этот раз Борланд. Сложный выстрел ему удался. И даже никто из синих не получил рельсу. Ну что ж, 2-1. Прошло только 3 минуты. Я думаю, интересный бой нас ждет. Конечно, не хотелось бы, чтобы один из тандемов вырвался вперед. Лакост взял ДАДД, но сразу же наполучал рель. И сейчас уже, по сути, на один выстрел. Да, шанс хороший. Поле аптека ждет его на своей базе. Небольшие лаги у нас. Если Бернфлейм сейчас его застрянет, да. Хороший выстрел удался Бернфлейму. Сможет ли Борланд остановить там Редла? Да, судя по всему, там Редла никаких шансов нет. Бернфлейм молодец. Бернфлейм попадает. Бернфлейм тоже молодец. Бернфлейм переворачивается. И вот теперь... Все зависит от Том Редла. Том Редла попадает. Прыгнул Бернфлейм за аптекой, но жадность его сгубила. Хотя все правильно он, конечно, делал, кроме того, что перевернулся. Но теперь красный тандем на дропе и по-прежнему 2-1 в их пользу. Том Редла берет флаг. Пытается возить на центр. Нет, не выдержит рельса. Лакос как будто бы и не при делах был, при том, что он на ДАДД, но не смог помочь своему напарнику. Я предлагаю сходить к одному из тандемов и послушать, что у них происходит. Давайте выберем проигрывающую сторону Борландса и Бернфлейма. Давайте. Давайте. У меня аптека. Редла на нитро-дд релин раз, на наши кемперы. Сбил. Кост, устаю слева. Вынес. Редла вынес. На центр? Нет, повези по стандарту. Один центральный, другой справа у тебя. Вижу. Разряжен правый. Костя на центре релин. Доставил. Окей, я с аптеки увожу. Тоже аптека. А, Редл справа. Сбил. Минус. Окей, я увожу по центру, Костю унес. Ай, нет, Костю не вынес. Дорак. А, с левой дашкой, выбери. С левой дашкой. И с правой дашкой. Что мы будем делать? Ты поставишь? Да. Левый держу. Ты увезешь? Нет, они оба справа. Окей, я еду над правой. Меня вынесли. Ну вот, пока мы наблюдали за синим тандемом, они взяли и сравняли счет. Было красиво. В тандеме Берна Флейм и Борландса наблюдается спокойствие. При том, что когда мы пришли, они проигрывали 3-1 и все равно были абсолютно спокойны. Но мы уже видели, что Борландс и Берн Флейм, даже когда проигрывают 10 флагов, все равно храняют олимпийское спокойствие. Да, Том Реддл убивает Борландса. У Берн Флейма есть возможность пройти по центру, но все равно, конечно, Том Реддл его достает и снова красный тандем выходит вперед. Тандемы красных слили. И Борландс берет флаг. Может быть, даже уйдет флаг, если повезет преспам. Пытается Борландс обмануть всех. Даже убивает Том Реддл, но Лакост-то целый. Но нет. Никаких шансов. Берн Флейм контролирует свою базу. Пытался он на Финт поймать Том Реддл, но что-то невразумительное получилось. Только Релис хлопотал. И не видит аптеку. Не очень хороший контроль дропа сегодня демонстрирует. Синий тандем в большей степени, но и красный тоже низко. Ну, красный получше собирает дроп. Антон, как ты считаешь? Ну, в принципе, тут уже периодически они собирают. То синий тандем хорошо, то красный тандем. То есть нельзя что-то сказать, кто лучше из них контролирует. Ну, вот сейчас мы видим справа Берн Флейм. На щитке заходит. И, может быть, даже возьмет флаг. Красный тандем разобрался. И Том Реддл на Нитро ДА поедет. Правда, ДА у него уже сползан. Лакост берет аптеку, а Берн Флейм броню. Вот так вот. Все на дропе, кроме одинокого Борлонца. Но Берн Флейм мы уже, считай, разобрали. Очень красиво сейчас красный тандем разбирается в ситуации. Есть шанс у Том Реддл уйти. Не попадает Берн Флейм. Но все равно, конечно, Том Реддл не должен доехать. Том Реддл промахивается. Неужели Том не видит, что Берн Флейм его догонит? Конечно же. Но Лакост сейчас будет добивать Берн Флейма. Кто может предпринять Борлонс? Ничего. Он может только дать релью Лакосту и смотреть, как тот поставит флаг. И отрыв красного тандема в два флага. Похоже, снова у нас красный тандем выиграет два флага. Может быть, мы снова сходим в конференцию к Берн Флейму и Борлонсу. Они опять сравняют? Давайте. Давайте действительно сходим, попробуем. Иди увази. Окей. Лакост справа. Да, спасай, я по центру. Идет дефить. Да, я верю. Лакост туда. Левая ДАшка промигала. Лакост стрелян. Где Рэдди? Не вижу Рэдла. Рэдл дал мне рельс. На центр дал. Не спрыгивай. Не спрыгиваю. Отлично. Лакост убей. Давай не убью. Убиваешь Лакост? Ну, с Респаторой. Ты убиваешь Лакост, он релен. Он выдержал. Без мата. Лэлен вынес. Он успел. А, где? Не повезло в этот раз. И все равно наблюдаются нотки нервозности. Да, нервозность, мягко говоря, наблюдается. Это не поспоришь. К нему тандему не удалось воспользоваться случаем и сравнять счет. Но, тем не менее, отрезок они провели очень неплохой. Действительно. Мне нравилось, как они в центре работали по фокусу, но немного совсем не хватило. Однако, вот сейчас, если выберет правильный путь отхода Бернфлейм, он выбирает правильно, но у него сейчас респа Том Реддл. Выдержит ли Бернфлейм релю? Да, выдерживает. И теперь ему остается только увезти. Да, Бернфлейм разбирается с Том Реддлом. Очень удачный респ по лакоста. Сможет ли он уставить Бернфлейма? Он попадает. Если еще и Том Реддл отреспится удачно, то будут проблемы у синего тандема. Нет, Том Реддл не успевает. Борл у нас на ДД. Проезжает по центру. Убивает он Том Реддла. Очень неплохо. Но Борл все-таки все сделал правильно и Бернфлейм поставит. Но Бернфлейм не попадает по флагу с первого раза. Упорная у нас борьба в первом раунде. Дай бог, чтобы дальше все было так же. Том Реддл на Нитре берет флаг. Но тут рец Бернфлейма. И Лакост промахивается. Попытка Борландса троллить красных на их же респе проваливается. Попадает он в стену. Том Реддл все видел и контролировал. И теперь у нас один на один Борландс против Лакоста раненого. А Борландс на броне без шансов, конечно же. Том Реддл сбрасывает и едет на броне возвращать. Напряженная ситуация у нас. Но удается красным выйти из нее с честью. Борландс сбрасывает флаг на центре. Вот это риск. Том Реддл же сейчас может поехать и просто вернуть. Он не рискует. Но перед ним Борландс стоит. Борландс в какой-то момент отклонился и не мог там вам помешать поехать вернуть. Тем более, Том Реддл был на недре. Сейчас мы видим, что Бернфлейм раненый и спасается бегством от Лакоста, который еще и на ДД. Небольшой лак у нас. И непонятно, как закончится эпизод. Успеет ли? У Лакоста может быть закончится ДД до выстрела, а может быть и нет. Нет. Возвращает красный тандем статус-кво преимущество в два флага. Они в этом раунде стараются держать стабильно. Ну, у синего тандема есть все шансы отыграться. Хотя бы во втором раунде. Кстати, возвращаемся к извечному вопросу. Какая сторона на песке сильная? Ну, лично я бы взял красную сторону. И Том Реддл подтверждает твои слова. Ставит седьмой флаг и сейчас становится 7-4. Уже плюс 3 для красного тандема. Очень неплохо. Обязательно мы сходим к тандему Реддла и Лакоста и узнаем у них мнение по поводу первого раунда. Ну и спросим Берн Флейма, что он думает по поводу выстрела Борланса, когда тот убил его вместо того, чтобы помочь ввести флаг. А Борланс берет флаг на нитре. Возит налево. Очень пох... Ой, Берн Флейм, ты перевернут. Даже не знаю, что может придумать Борланс в этой ситуации. Только побыстрее уехать и поставить. Он успевает, вот это да. Но это, конечно, ошибка Реддла, он не рассчитал. Возможно, боялся, что им рельсу собьют. Да, именно этого он и боялся, но нужно было рисковать. Но сейчас есть у него все шансы реабилитироваться. Он берет флаг. Борланс один, Берн Флейм вообще куда-то пропал. Том Реддл, возможно, успеет поставить. А он промахивается? Не удается Том Реддлу реабилитироваться за промо по Борлансу. Только второй раз. Берн Флейм может помочь. А Берн Флейм успеет вернуть или нет? Похоже, что нет. Борланс вновь не рассчитал, поленился. И вот такой вот у нас забавный финал. Ну что ж, пошли к выигравшему тандему. Спросим у них, что они думают. Так. Привет, ребят. Привет, ребят. Ну как впечатление от раунда? Тяжелый противник? Да, тяжелый. Нормально было. Ну иногда промахивались. Ну они тоже промахивались. И более того, даже попадали друг по другу. Да, это был один момент такой смешной. Ну вас устраивает преимущество в два флага? Или хотелось бы больше? Ну могли больше. Ну пока нормально. А могли и меньше? Да. Ладно, удачи во втором раунде. Спасибо. Спасибо. Господа, у нас к вам только один вопрос. Точнее не к вам, а к Берн Флейму. Берн, что ты думаешь по поводу момента, когда Борланс попал по тебе, вместо того, чтобы помочь увести флаг? Ну, это был провал. А что думает по этому поводу Борланс? Ну, я думаю, это был провал. Как вы считаете, два флага много или мало? Ну, такая карта динамичная, но вряд ли это много. У нас все получится увести во втором раунде. Тем более, сторона сильная. Вы считаете, что вы сейчас будете играть за сильную сторону? Ну, да. Мы всегда играем за сильную сторону. Ну, два на два домик, он как-то не особо котируется. Но на их базу... Будете ли вы менять один хорек на вас? Нет. По-моему, они и так слишком много переворачивались. Да, Берн? Да, Алекс. Ну что ж, удачи вам во втором раунде. Очень спасибо. А я думаю, самое время перейти к рубрике прогнозы от комментаторов. Антон? Ну, я считаю, что второй бой пройдет более динамично, чем первый. И счет, мне кажется, будет тоже небольшим. Может быть, разница в один флаг с победой синего тандема. То есть, ты прогнозируешь, что победит синий тандем? Хорошо. А я выдержу все от прогнозов, как всегда. Ну, потому что, понимаешь, если я сделаю прогноз, то мне придется потом терпеть твой троллинг, если он будет неудачный. Поэтому я предпочитаю просить у тебя прогноз и троллить тебя, если ты ошибешься. Ну, меня трудно троллить. Посмотрим. Две минуты у нас до начала. Никаких переодеваний, разумеется, не будет. А я напомню, не расходитесь даже после этого раунда. У нас еще второй бой в формате hard. Это все корпуса. Ну, почти все корпуса, кроме тяжелых. Мамонта и титана. Почти все оружия. Использование расходки будет очень интересно и динамично. Карта Red Alert. Ну и сейчас, по-моему, достаточно интересно. Тандемы разыгрываются и показывают скилл. Хотя без ошибок, конечно, не обходится. Том Реддл, я напомню, игрок, если не ошибаюсь, в черных акулах он состоял. Затем в Олимпе. Довольно долгое время провел в Олимпе. Ушел в General Tanks. И вот бывают такие личные катастрофы. И не только личные. В составе General Tanks в финале межкланового чемпионата он проиграл. Кому? Олимпу. Не самая приятная ситуация для игрока. Но что поделать, в любом случае, после окончания межкланового чемпионата, как известно, General Tanks закрылись. А Том Реддл спокойно вернулся в Олимп. Ну, в данный момент он состоит в клане Eternity. Ну, в данный момент. Ну, он в Олимпе, насколько я помню, побывал. Обычно характерно, что игроки ходят из клана в клан, если их что-то не устраивает или если они кого-то не устраивают. Но с Томом Реддлом немного не так. Очень хорошо к нему все относятся. Очень хорошо он ко всем относится. Очень спокойный парень. Великолепный, без всяких сомнений, игрок. Но, тем не менее, такая вот история. Лакост, кстати, его близкий друг. Состоял в клане не без перспективняк. Потом состоял в клане Велвисвин. Тоже перешел в GT. Ну, для него это был прогресс. Второе место в межклановом чемпионате. А Том Реддл, как позже выяснилось, мог добиться большего состава Олимпа. Хотя никто в это не верил. В том числе и с Омалием. По их же признанию. Победал в межклановом чемпионате. Ну, а что касается Бернфлейма. Он в свое время перешел из Этернити в GT. В General Tanks. Выиграл межклановый чемпионат. Потом ушел из General Tanks в Легко и Просто. Ушел оттуда обратно в General Tanks. И занял второе место. Ну, в Легко и Просто он, по большому счету, ничего не добился. Но, скорее, не по своей вине. А у нас тем временем начинается раунд. Лакостом на броне разбирается с Борлансом. Борлансом и уходит на... Берет еще Нитро. Хороший выстрел предупредительный. Борланс не смог попасть по Лакосту. Лакост собирает дроп. Все хорошо. Но сейчас Борланс... Борлансу броню нужно брать. Если он сейчас потеряет броню и аптеку отдаст их Лакосту... Ой, ну такие ошибки непозволительные. А то он Редилом, между прочим, выносит второй флаг. Да, просто берет и увозит на ДАДД. Разве что кристаллы по центру не собрав. Ого-го. Бернфлейм говорит нет. Но это скилл. Безусловно. Бернфлейм ловит на Финт Лакосту. И сейчас Красный Тандем может отыграться. По крайней мере, один флаг. Но если они не будут... Тянуть время на вражеской базе. Вот сейчас очередная ошибка, как мне кажется, у Красного Тандема. Но она нивелируется блестящим выстрелом Борланса, который переворачивает Лакоста. Сейчас он поставит флаг, возьмет аптеку. Все четко. И может быть даже вторую везут. У нас конвейеры, как бы это ни закончилось и третьим флагом. Потому что Борланс на броне сейчас заедет на базу Синих. Синим пора сосредоточиться, увидеть, что этот флаг они не вернут. Том Реддл едет в атаку, такое ощущение, что надеясь на возврат. Вообще, это одна из очень распространенных ошибок. Пытаться вернуть заранее невозвращаемый, безнадежный флаг. Когда нужно, наоборот, сконцентрироваться на своей базе и не допустить конвейера. Либо занять позиции и важные зоны. А пытаясь вернуть флаг, который вернуть невозможно. Ты только тратишь время, заранее отправляешься на респ. И отдаешь инициативу противнику. Ну, типа, меня в Лакосте сейчас увозят флаг. И снова 3-2 в пользу тандема Лакосте и Том Реддла. И всего по флагам плюс 4 получается. Плюс 3. 7-5 первый раунд, 3-2 этот. А, плюс 3, извиняюсь. Возможно, сейчас снова будет плюс 2. Довольно удачно респится Лакосте, но почему-то решил он поехать на центр. Двойной перехват на базе у красных. Ловит Лакосте на финт, но едва ли это поможет. Ему надо уходить, уходить. Срочно причем. Ой, вот это грубо, вот это грубо. Судя по всему, сейчас сравняют. Красный, однако Реддл на броне, правда, успел... Ого, вот это да, красные разыгрались. Давайте сходим к синему тандему и послушаем, что они думают по поводу такой сильной игры красных. Да зачем, я же говорил, убит. Ого. Это целый Борланс, он аптеку взял. Он аптеку взял, да. Я урельнул. Он меня нет. Слева респа Берна. Я сбил. Уважен. Борланс аптеку опять взял. Где он? На флаге. Убьешь? Да. Отлично, доставлю. А, ну не, не доставлю. Ставь, успеешь. О, отлично. Да, что еще, додайш. Блин, я ну... Я вижу. Не спеши, правый еще убьет. Я вижу, он ждет. Меня оба ждут. Едет где-нибудь по низу. Правый. Да, аж по углу. Борланс сюда снял. Увозишь? В углу еще да, аж калерит. Он с Дашки будет. Где он? Отсадь, смотри, сверху. Довези. Беешь. Минус. А, нет, сейчас он перевернется обратно. Как он выдержал? Значит, три рельса выдержал. Какие впечатления? Ну, после посещения тандема Тома Реда Ла Коста, тандем смог ввести два флага, как будто что-то придает им сил. Но у меня такое ощущение, что это небольшой бонус для тандема. Я уже в прошлой трансляции выдвигал эту теорию. И один раз, как минимум за раунд, он действует. Если комментаторы приходят в будку к одному из тандемов, он начинает действовать спокойней. Появляется уверенность, и они привозят несколько флагов. Мы видели, что в первом раунде это один раз подействовало на тандемы Бернфлейма и Борлэнса. И вот в этом раунде один раз на тандемы Тома Реда и Ла Коста. Очень грубый промах от Борлэнса и очень грубый промах от Бернфлейма. И Тома Реда промахивается. Ну, вернут флаг красный, и как бы им его не увести теперь. Их, зря Ла Коста добил Бернфлейма, Борлэнса. А Ла Коста-то увозит флаг налево. Да, очень хорошо на Нитре, и похоже Бернфлейм никак ему не успеет помешать. И снова плюс два у синего тандема. Ну что ж, таким образом плюс четыре по сумме двух раундов. Еще восемь минут играть в этом раунде. Стабильность, признак мастерства. Борлэнс заходит на флаг. И, ой, грубый промах от Ла Коста. Теперь два на два, но Ла Коста раненый. И есть шанс у красного тандема все сделать правильно. Сейчас будет намного тяжелее. Ла Коста нужно как-то попытаться обмануть тандем. Ему это удается. Но Борлэнс разбирается. Почти Ла Коста удался блестящий финт. Но, тем не менее, да. Преимущество по ТТХ помогло красному тандему. И бдительность Борлэнса тоже. И пока мои прогнозы верные. Ладно, ладно. Небольшой лаг снова. Борлэнс на центре берет аптеку и контролирует всю карту. Но это не мешает Ла Коста сбить ему прицел. Берн Флейм. Ого. Хватает ему дамага, чтобы добить Ла Коста. И, похоже, сейчас сравняет счет красный тандем. Вот так вот. Я думаю, самое время сходить к ним в будку и послушать, как они играют. За дом пытается. Иди на кемперки. Добей, добей, добей. Иди в деф. Бери аптеку иди в деф. Рэдл поехал с кемперки убивать. Незапно. Дал. Нет, он длинен. Только что. Я же сказал, не дал. Окей. Хо-хо. Случайся. Он слева. Только не длинный. Нет. Я вынесу. Ну, ты дефишь. Ок. У меня злой для атаки Респ. Бывает, на центр. Костюм появится. Он промахнулся. Я вынес. Угол ДАшка. Рэдл берет. А, у Рэдла аптеки. Он целый на ДАшке. Отлично. Сбил ему. Но у него еще одна аптека упала. Ещё одна аптека. У него ДАшка спала. Рыду на рейсе. Стой под стенкой и сделала гости. Даю. У него опять ДАшка. Ну, он релингион не... Ну, ты его можешь не вынести. По-хорошему, мне бы не разменяться. Ах, я с Фейли, да промахнул. Кидовую. 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 Куст ДАшка. Куст ДАшка. Едь на нашу базу. Ай. Лако стрелян один раз. Ух ты. Добрый Респ. Нет. Отлично. Не вы могли в этот раз мы тандема Борландса и Бернфлейма. Борландс вообще перевернут. И всё идёт к тому, что снова плюс два будет для синих. Хочу заметить, что даже после того, как Том Бреддл одним из стрелом убил Борландса и Бернфлейма, печаль в их не конфе так и не настала. Ну, можно также отметить, справедливости ради, что это скорее выгодно им было, потому что они отправились на Респ и начинали эпизод целыми. А синий тандем начинал с раненым Том Редлом и целым Лакостом. То есть они выигрывали плюс выстрел. Ну, в принципе, согласен, да. Вовремя разменяться, это очень хорошо. А Бернфлейм сейчас один против двоих магическим образом увозят флаг. Ну, нет. Борландс тратит релью очень зря. И даже не пытаются брать флаг, судя по всему, осознавая всю безнадёжность этой затеи. Том Редл встаёт троллить домик. Эх, не стоило Том Редлу стрелять на Берна, когда он мог подождать немножко и дать рельсу Борландсу. Неплохая попытка Лакосту увезти флаг. Но хороший рец Бернфлейма. Всё разрушило его планы. Есть ещё две минуты у красного тандема, чтобы сократить отставание. Всего плюс два. Плюс четыре на данный момент для синих. Это минус четыре для Борландсу и Бернфлейма. Ещё будет второй бой. Я напомню, оставайтесь с нами. Через две минуты бой закончится, но мы переместимся на Радалерте, где тандемы уже будут выяснять сильнейшего с расходкой. Всё решится именно в формате Хард. Но, конечно, красному тандему надо попытаться отыграть отставание хотя бы немного. Три флага и два флага это большая разница. И у них есть на это две минуты. На песке двух минут хватает, чтобы привести флаг. И даже не один. Борландс грубо ошибается и не контролирует Лакоста с Респа. Бернфлейма, есть шанс ему помочь. Но там Редл возвращает флаг. Берн предпочитает постоять наверху, посмотреть. И как бы сейчас тандем у красных не потерять ещё один флаг, но Борландс очень справедливо, я бы сказал, отреспился. Не промахивается. И ещё полторы минуты у красных по-прежнему есть. Чтобы сократить отставание, Борландс сейчас возьмёт броню. Очень удачно. Нет, не очень удачно. Даже не успел её оставить Бернфлейму. А Лакос на Нитро ДА, пусть и раненый, но повезёт флаг. Бернфлейм возьмёт ДД. Выигрышная ситуация для красных сейчас. Такое ощущение, что красные с синими поменялись базами. Бернфлейм на ДД, но не идёт на рожон. Старается сохранить преимущество. Если он не использует ДД, то какое же в этом преимущество? Бернфлейм получил флаг и пытается уйти на центр, но он это сделает. Бернфлейму надо сбрасывать и догонять. Всё правильно он делает. Не успеет, похоже, Том Реддл спрятаться. И Лакос очень хорошо респится, но Бернфлейм успевает. Это значит, что Борландс сейчас поставит всё-таки один флаг. Отквитает тандем Бернфлейма. Тандем Этернити. Упорно и интересно. Но им придётся от тандем указанных отыгрывать на харде. Плюс, как минимум, наверное, плюс четыре флага. Ну, в итоге всего плюс три. Это не так плохо. Сейчас закончится бой. Я напоминаю, не расходимся. Сейчас будет второй бой на редалерте в формате хард. Ещё интереснее. Всё решится именно в нём. А мы направляемся к тандему Лакосто и Том Реддла. Создавай. Привет. Привет. Ну что, дали вам жару. Пусть и выиграли вы, но было, по-моему, сложно. Ну да. Какие планы на хард? Будет сложнее, чем вчера, я уверен. Ну... Борландс там с гаражом. Проблемы. Будете использовать шафт? Конечно. Ну, вы должны, чтобы получить специальный приз, Орешко взять шафт в первом раунде, а не во втором. Ну, только не знаю. Лакосто вчера не показал себя. С этим шафтом. Ну, я думаю, и без вас по Жиге обойдётесь, как вчера. Ну, это да. Ладно, удачи. Спасибо. Я в этот раз. Ребята, мы им дали жару, молодцы, но, наверное, надо бы и выиграть в харде, что скажете? Борландс уже приобрёл что-нибудь, кроме Рейли? Нет, на самом деле мы тут подумали и поняли, что декорительство, на самом деле, она очень нагибает, стоит просто попадать. Да. Да. Поэтому я не стал ничего покупать. Ну, у тебя же есть гром М3. Ага. Гром для стулаков. Только Рейкс. Хорошо. Удачи. Спасибо. На воде рельса порядок на редалерте. Да, хорошо, спасибо. У нас две с половиной минуты до начала, и Бёрнфлейм так и не переоделся на хоре реля, бегает. Том Редл, впрочем, тоже. Не спешат раскрывать карты противники, впрочем, тандему Бёрнфлейма и раскрывать особо нечего. Все знают, что у Бурландс гараж не самый богатый. Провел он на станции игру на дикореле, и было это в некоторой степени трагично, потому что он даже повернулся, не мог посмотреть, где флаг иногда, его замораживал фриз, башня вертится медленно, корпус вертится медленно, спрашивает его Бёрнфлейм, где флаг, а он говорит, не знаю, не могу повернуться посмотреть. Ну, разве это... Что еще трагично, если нет, Антон? Да я вот даже не знаю, что еще трагичнее может быть. Лишь предположение. Разве что, если тебя замораживают, когда ты уже перевернут. Но они убивают. Ну и любивают перед самым флагом. Когда ты хочешь доставить. Неужели Лакос будет играть на шафте, как и в прошлый раз? Нет, Лакос на шафте, конечно, играть не будет. По крайней мере... По крайней мере, пока не получат тандем Лакоса и Том Редла преимущество, ну, хотя бы в 5-10 флагов, лучше в 10, конечно же. Минута 40 до начала. Хотя сегодня в разговоре с Лакостом, Лакос хвалился, что уточил два флага на шафте. Ну, Орешек ему это не засчитал, потому что он промахивался, попадал в стены. Даже когда его не замораживали, в общем, это было не сказать, чтобы очень красиво. И увозил флаги он скорее не благодаря использованию шафта, а вопреки. Возможно. А Лакос с тем временем снял шафт и делал Вика Твинс, Пикассо. Интересно, что же оденет Том Редл? Брон с тем временем взял... Ммм, Дико Реалю. В Краске Скала. А Берн Флэйм играет на Хантера Фризе. В Инферно. Чувствую Том Редлу сегодня зададут жару. Посмотрим, мы видим, что действительно на Дико Реле играет Борландс. Прилетает Лакос у Реля. И вообще у Рельсы, конечно, много недостатков. Особенно в формате Хард. Но есть одно серьезное преимущество. Самый большой в игре мгновенный урон. Рельса стреляет. Ну, конечно, у шафта побольше. Но там особенности механики не позволяют сравнивать эти оружия. Рельса стреляет и наносит больше всего урона за раз. Благодаря этому ее можно использовать даже в нарко-боях. О, прошу прощения. В боях с расходниками. Могу сказать, что по сравнению с шафтом, рельсы более динамичные. То есть не придется где-то сидеть и выцеливать врага. Можно прям поехать в атаку. И дать одну-две рельсы. Может быть даже три. И возможно даже вести флаг. То с шафтом не получится сделать. Мы видим, что Борландс на данный момент довольно эффективен. Уже две минуты прошло. А красный тандем еще не увез флаг. Не выиграл размен. Домредл пытается догнать. Но пока только получает одну релью за другой. Вот сейчас он вступает в противостояние с Борландсом. Попытается того заморозить. Неплохая попытка. Но Борландс держивает верх. Что ж, один на один. Релья против Фриза побеждает. А у Лакоса сползла расходка. И только аптека его спасает. Все было очень на тоненького. Сейчас красный тандем. Томредл и Лакоса могут потерять флаг. Лакоса дает флаг Томредлу. А сам пытается... Попытается вернуть флаг. Но Борландс охраняет Бернфлейм. А, нет. Он все-таки решил попытаться вернуть флаг. Решили в красном тандеме, что Твинс эффективнее против Релли, чем Фриз. Сейчас и вовсе окружает Борландса. Нет, Томредл не идет на атаку флагоносца. Он остается у себя на базе. Уехал от Бернфлейма. Проигрывает он один в один у Бернфлейма. Потому что у того Инферно, а у Редла Шелест. Но Бернфлейм до этого подорвался на мини. Благодаря этому удается Томредлу выйти победителем. А Лакост почти убивает Борландса. Но тому хватает все-таки рельсы. Напряженно у нас. Я напомню, что только плюс 3 у тандема Лакоста и Томредла. И если они начнут проигрывать, все может измениться. Мне кажется, Томредлу стоит надеть краску от рельсы. И пытаться вернуть флаг. Ежели быть в краске Шелест. И защищать его. Шелест не самая убедительная краска. Я с тобой согласен. От рельсы она не защищает вовсе. От фриза защищает немного. Но если мы еще скажем хоть слово на эту тему. Мы перейдем к рубрике советы от комментаторов. Итак. У Тома сползла расходка. И он за угловым домом спрятался. Борландс контролирует центр. Лакост сейчас будет его атаковать. Но мало здоровья и совсем нет аптеки. На минах подрывается Лакост. Преимущество синего тандема. Но у Борландса сползла расходка. Он попадает по Тому Редлу из одного конца карты в другой. И если сейчас Бернфлейм... Нет. Лакост удачно респится. И не сможет Бернфлейм вернуть флаг. И даже приблизится к Редлу. Но момент хороший. И выстрел хороший, Антон. Ну, абсолютно согласен. Неужели Том Редла будет... Нет. Его слили. Видимо, у Том Редла не было аптечки. И... Тем самым, Лакост решил... Ммм... 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 Защищает себя минами по периметру. И тяжело будет Бернфлейму того выкурить. А Лакост ничего не может сделать с Борландсом. Потому что постоянно вынужден помогать Том Редлу. Немного патовая ситуация у нас на карте. Ни тот, ни другой тандем не может получить преимущества. Бернфлейм промахивается. Бернфлейм сейчас снова... Подорвется на мине. Не догонит он Редла. Только... Оуу! Редла сползает расходкой. Если сейчас Бернфлейм его все-таки догонят... Догоняет... Но Редла есть аптечка. Это, судя по всему, будет возврат. А что сделает Борландс? Ничего Борландс не сможет сделать. Лакост уедет. Конечно, он получит реально... Причем наполовину своего здоровья. Но, конечно же, у Лакоста есть аптека. Еще и Редл отреспился. Бернфлейм троллит их... На их же базе. Попытается он вернуть. Неужели успеет? Нет, не смог. Том Редл добивает Лакоста, чтобы тот отреспился быстрее и помог. У Редла есть аптека. На данный момент преимуществом владеет синий тандем, Антон. Абсолютно согласен. В чем... Дикорельцы выглядят... Наиболее эффективнее, чем... В сравнении с... Твинцом. На Викинге. Тем временем, Бернфлейм... Тем временем, Том Редал вернет флаг. Да, и тандем красных лидирует в этом раунде. Вот так вот. Синие старались, старались. Но не получилось. Половину раунда уже провели тандемы. И самое время сходить к одному из... К одной из команд. Очень интересно это комментировать. Ну и послушать, я уверен, будет не менее интересно. Давайте пойдем к тем, кто сейчас проигрывает. Под красным домом. А, Лакост вышел. Может он вылетел? Ибо менять ему казалось бы нечем. Редал аптеку заюзал, я тоже юзер. О, к нам заступил. Редал, Редал. А чем Лакост? Вика Твинц в Инферно. Релиндрайс. Лично у них нет резистрации. О, думаешь, это плюсы? Как тебе? Лакост Релиндрайс два раза. А, с Респа дефишь. А, ну нет, я не могу дефить. Респа дефишь? Лакост и вынес. Куда Редал? Ам... Одиннадцатый. Одиннадцатый? Ам, возможно, слеп, но его нет на одиннадцатый. Он за красный. Окей, Лакост и зарезал, с Релиндрайс. Что ты мне прикажешь делать с Редалом? Ну, не знаю. Лакост расстроен на аптеку. Держи его, просто подморозь. Думорозил. Здорово, тоже подморозь. Гал, Редал, с Дмешки. А, Редал выдержал. А, Редал постараюсь вывести, если... Меня... Окей, Редал вынес. Лакост и меня вынес. Да ему вынести меня. А, заморозься и ввалил бы ты через канал по одиннадцатой. Я верну. Добрый рейсм. Ну, он теперь довольно дерзко размораживается. Бывай. Я его вернусь. Оба, одиннадцатая. Окей, держу, Редал. Повезу, Лесим. Редал урели на одиннадцатой в канал пошел. Блин, у Лакост и добрый рейсм. Ну, как же так. Редал слишком шустрый. Он внушит, но не уходит. А, я увез по центру. Окей, Редал пошел тебя встречать. Отлично. Ну, я поехал коротким путем. Может быть, он ничего и выйдет. Держи, держи. Нет, нет. Ну. Ох уж эти стены. Я не знаю, откуда они здесь. А, в Лакост и гости. По-моему, мы только что наблюдали второй великий провал Борландса. Возможно. Даже более великий, чем его выстрел в Бернфлейму в начале первого боя. Казалось бы, добивай там Редла и ставь флаг, но Борландс легких путей не ищет. Давайте сходим к красному тандему, послушаем, как играется им. Я напомню, они ведут плюс четыре флага по сумме двух боев. За мной. Ты заморозишь? Я уморожу. Да. Берн. Ок. Они здесь слева. Я не заморозили? Нет. Давай уходи, попробуй встретить тебя. Плейн, я ну, бац. Дастер. Опять врезут. Блин, опять. Ок. Но у меня есть еще птиц. Блин! Печаль, вот что за печаль. Ну, эпик. Жесть. Ты, че, не сказал, что там рейс? Я не заметил. Ну, я не видел. Рейс. Борланс и кулдаун. А это уже на флаге что-то буду брать. Ты меня задамажил. Что, рейса? Да, немножко. Фриз, где я не вижу. Добивай вместе со мной. Вместе со мной, Марок. Все, я на возврат. Ты убираешься. Блин, они поменялись. У меня кулдаун, Дим. Мне надо сменить по-любому. Лео, Фриз едет. Он может меня убить спокойно. Пробую убежать. Оттуда? Я не заметил. Бёрн объезжает справа, если че. Угу. Он аптеку съел. Да, вижу. Бросай, Филак, едет на возврат. У тебя скорую скоку кулдау? Еще нет. Блин, по мосту мы сейчас рельсы даст. Ладно, я аптеку съем. Орленс, ой, Бёрн из-под моста. У меня скоро кулдаун. Респ... Ооо, ко мне Бёрн едет, я не успею уехать. Давай, респайся, едь на базе, помогай срочно, короче. Еду, еду. Ну не, я верну. А, не, нормально. Не добивай меня. Ну, добью. Новый. Ну, уж каждый раз на тоненького, но пока красному тандему удается удерживать преимущество. Обязательно мы спросим, как у них это получается. Антон, у тебя какие впечатления? Ну, мне особо понравилось, как великолепный выстрел от Буронца позволил вернуть ну, почти доставленный флаг. Обрати внимание, как спокойно на это отреагировали игроки красного тандема. ну, это ж еще скилл должен быть спокойно и без паники нагибать. А тем временем, Бернфлейм застревает за красным домиком. Там уничтожается, да. Можно только подтвердить словаю самого Берна, который написал сейчас в чате, что это провал. Бернфлейм застревал. Именно эта ошибка Бернфлейма позволяет красному тандемам вернуть и повести уже плюс два и плюс пять по сумме двух боев. Заканчивается у нас первый раунд. Я думаю, мы пойдем к тандему Лакоса и Том Редла. Ребят, как вам это удается? Каждый раз такой напряженный бой, противники так хороши, но вы чуть-чуть по капельке таскаете флаги и получаете преимущество. Напряженный бой был. Старались приоритет своему флагу больше. Чтобы они не увозили. Приоритет своему флагу это хорошо. Тут не поспоришь. Как считаете, вы сейчас будете играть напомните, вы считаете, что это сильная сторона или слабая? Это слабее. Вы сейчас будете играть за стороны слабее? Ну да. Но у вас всего плюс четыре, если я не ошибаюсь. Да, плюс четыре. Ну, хотя бой очень напряженный и не совсем флагоносный. Плюс пять. Ну, бой не самый флагоносный, тем не менее в харде все может поменяться очень быстро. Удачи вам. Спасибо. Че? Спасти. Ребят, ну вы же нагибаете, у вас все есть. Почему не получается? Даже на разминах вы возвращали свой флаг и не могли поставить. Ну, это судьба, наверное. Да, это судьба. А рельса совсем не так плоха, как можно было бы подумать. Ну, да, возможно. Несмотря на то, что вы сами над ней шутили, один в один рельса спокойно выиграл тот же Твинс. И первый самый размен вы доминировали во многом благодаря преимуществу, что Реля не проигрывал Твинсу, а Берон Флейм выигрывал один-один у Тамрелла за счет резиста. Да, да, теперь у Лакосты Инферно и все изменилось. Они просто не идут со мной сражаться. Фриз морозит меня и я бесполезен. Бедняга. Да, мне грустно от этого. Ну, вы проигрываете пять флагов, тяжело будет, но удачи вам. Спасибо. Удачи. Главное сейчас к красному тандему не отчаиваться. Ведь еще впереди 15 минут у них боя будет. И возможно при хорошем раскладе они смогут все-таки отыграть Т-5 флагов. При очень хорошем раскладе, скажем так. Ну, конечно, все возможно, хотя первый раунд был, несмотря на то, что интересным и захватывающим, но не самым флагоносным. Но хочу заметить, что был напряженным. Да, очень напряженным. В основном на разменах провели тандема раунд. Я напомню, что сейчас будет четвертый раунд, второй раунд второго боя всего. Преимущество красного тандема, тандема синего на данный момент, Том Редли и Ла Косте составляет 5 флагов, по их словам. 4 по моим подсчетам, но, судя по всему, я ошибся, им виднее. А все-таки... А, да, они же выиграли этот раунд 2 флага. Тогда, безусловно, 5, я согласен. Бернфлейм и Бурнусу придется очень постараться. Я напомню, что это полуфинал нижней сетки. Уже самые решающие бои, самые интересные бои. И на этой неделе все будет еще интересней. В пятницу, субботу и воскресенье не пропустите на нашем киберспортивном канале решающие бои, в том числе и верхней сетки. Только лучшие из лучших, и это будет очень интересно. Никаких разгромов, только интрига до самой последней минуты. А тем временем до начала боя остается одна минута. Интересно, изменят ли тандем Том Редла и Лакоста конфигурацию своих корпусов? Будут ли они брать Диктатор с рельсой? Или же так и рискнут остаться играть? Я не знаю, и ты не знаешь. Посмотрим, что у них на уме. Я думаю, если они поймут, что все, уже без вариантов проигрывают. Но вот сейчас уборился гром. Посмотрим, насколько он будет эффективен. Быстрее крутятся башни у грома, и это, пожалуй, все, что можно о нем сказать относительно рельсы. Остальное и так все знают. И у нас начало решающего раунда 10 секунд. А Лакос одевает Викорельсу. Пикассо, не стал надевать изумруд с винцом. Времени Лакос берет флаг и пытается возить направо. Такое ощущение, что красный тандем не намерен ему мешать. Бернфлейм отреспался очень далеко и ничего не сделает. И Лакос просто ставит. Бернфлейм подрывается на мине. И в любом случае он не успевал. Не самое обнадеживающее начало для тандема Бернфлейма или тандема Этернити. Как сегодня звучало в анонсе, было написано в анонсе этого боя, этой трансляции, играют легендарные Том Редл и Лакос против знаменитых Бернфлейма и Бернфлейма. Антон, свое мнение. Ну, в принципе, я согласен. Том Редл и Лакос действительно легендарные игроки. Опять же, один из них, а именно Том Редл и Пион Тов Соло Гром и трансляция с его участием смотрело достаточно много людей. Лакос тоже легендарный игрок, серебряный призер МЧ, МЧ 7. Хорошо, давай скажем честно, про Борландсу никто ничего не знает, это факт. Но вот легендарнее или Том Редл и Лакос чем тот же Бернфлейм? Ну, это спорный вопрос. Том Редл опять же, выиграл не клановый, ну, уже теперь не клановый Тов, а Бернфлейм был чемпионом именно МЧ. Там уже он действовал в команде своими соклановцами. Градации легендарности действительно предмет споров и обсуждений, едва ли тут что-то можно сказать с определенностью, кроме того, это достаточно субъективно. Наверное, просто сложив Лакос и Том Редла получили двойную легендарность, а сложив Бернфлейма и Бернфлейма получили легендарность плюс неизвестность равно знаменитость. Вот как-то так. Согласен. Бернфлейм покинул бой, видимо, гром ему не понравился. Едва ли мы можем его в этом обвинять. Действительно на такой карте как Ред Алерт гром использовать очень сложно даже 6 на 6. узкоспециализированной зоне. Посмотрим, на чем вернулся Борландс. Да, это Дикареля. Дикарельцев Пикассо. Старая добрая Дикареля, Борландс сразу выписывает Ого, Лакосто тоже на реле и Борландс что может предпринять? Сейчас он один в один остался. Неплохая попытка вернуть флаг Лакосто. А Борландс нарывается на мину. И плохая попытка вернуть флаг у Бернфлейма. Да. А у Бернфлейма еще и кулдаун расходки. Лакосто временем берет флаг пытается уйти по центру и Борландс не может его задержать никак. Тем временем флаг синих увозит Бернфлейм. Успеет ли его? Нет, не успел. И вперед на три флага выходит тандем Лакосто и там Редла. Тем временем опять Лакосто заходит на флаг. Борландс покинул бой, видимо, будет переодеваться. Лакосто опять увозит флаг уже по центру. О, Бернфлейм одел шафт. Что-то необычное я смотрю. И сразу же нарывается на мину. Противостояние рельсы и шафта. Ну, не получит за это А, Бернфлейм взял шафт. Вот так вот. Но он тоже не получит специальный приз ореха. Потому что он проиграет этот бой, судя по всему. Но неплохо сбил прицел Лакосто. Тем не менее, я все равно сомневаюсь. Скорее, Бернфлейм будет затроллен. После трансляции самим орешком. Абурланс одел Харрифриз. Не слишком ли рискуют тандем Бернфлейма и Бронза? Абурланс заходит на флаг. Нарывается на мини. Нарывается на второй мини. И все. Преимущество. Поставит Думрэдл, да. Плюс 10 уже. А Лакосто еще берет флаг. И возможно это будет шестой уже флаг. В этом бою. разгром. да, уже шесть классов. У нас уже совсем разгром. Пойдем посмотрим, точнее послушаем, как к этому относится Борланд и Бернфлейм. я буду на 11-й. Давай, я пойду справа. там Рэдл пошел за птичкой. Дойдусь под мостом. завтра. флагбери флагбери. бежит под мост. отлично я преследуя зале давай он не дал рельси ты долго не нападал попробуй его кости вынести дал сколько мог ты мне бы не розетирает на ты про не сделал да я знаю а у лакости колдаун и уредла по моему тоже колдаун слышу для 0 4 шахты ты хорошая безусловно хотя призем 2 . гибать мирение и позитив наблюдается в конференции тандема бернфлейм антон ну видимо не смирились с поражением уже в этом в этом бою наш оператор маша подсказывает что бернфлейм наконец-то спустя минут пять игры на шафте сделал первый килл стаж так держать бернфлейм у нас 6 минут до конца я думаю нам надо успеть послушать как играют а точнее выигрывают лакост и там ряду вся сзади я уважаю подмозал опять промазал опять промазал в упор в упор в упор в упор ну да да встречай подмог метод есть я сделал то что у тебя будет так кататься вокруг ты будешь как краб стоять ну и тогда не убивать в том числе от шахта получится все да на центре шахт промажется в октамин дофига как он покажет так м 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 играет на шафте. Впрочем, Бернфлейм и сам неплохо справляется с этой задачей, раздавая плюхи то стенкам, то домикам, то холмам, кому угодно, кроме противников. Ну, видимо, он получит от этого удовольствия. Хотя в любой момент он мог бы пойти в гараж и переодеться на ту же рельсу. Да, это его выбор. А мне нравится, как играет Борландс. И есть ощущение, что если бы Борландс начинал на хорефризе, а Бернфлейм взял что-то посерьезней, мог бы красный тандем играть и получше. Наш оператор подсказывает, что у Борландса не третий фриз. Мы сейчас изучим этот вопрос. И действительно, Борландс с фризом 2. Да. Нет ли у тебя ощущения, что Борландс с фризом 2 справляется лучше, чем Бернфлейм со фризом м3? Ну, конечно, я согласен с этим выражением, потому что, ну, шафт там как бы и противника не задержишь и урон достаточный не нанесешь. А фриз, он может быть, не наносит достаточно урона, но хотя бы задерживает противника и не дает вести флаг. А у нас две с половиной минуты до конца, что единственное? Единственное, что Борландсу может быть не хватает чуть-чуть навыка на игре с фризом. Нам, мне кажется, он очень красиво обманывает рельсоводов и вообще игроков синего тандема. По крайней мере, эпизодами. Тем временем, Том Реддл возит флаг. И Бернфлейм ничего не может сделать. Бернфлейм действительно трагично смотрится со своей рельей, ой, со своим шафтом, прошу прощения. И задает риторический вопрос, наносит ли шафт вообще дамаг. Самое время привлечь к обсуждению этого вопроса нашего эксперта по шафту Орех Раха. И вот он, кстати, похоже с нами, Орешек. Бернфлейм только что в трансляции задал вопрос, дамажит ли шафт вообще? Что скажешь ты по этому поводу? Вообще он дамажит, только очень смешно и весело. Смешно для кого и весело для кого? Ну, разумеется, для танков, в которые он стреляет, потому что это только щекоткой можно назвать. Вы слышали мнение эксперта по шафту? А у нас уже 12-й флаг. Возможно, сейчас поставят Том Реддл. Да, ничто ему, судя по всему, не помешает. Будет 13-й. 13-й, судя по всему, все-таки не будет. Лакост не успеет, я думаю. Ну, сползла расходка, нет нитры, он едет, едет, едет на 19 секунд. Вот появилась нитра, возможно, даже успеет. Ну, Бернфлейм убивает. Смотрите, у Бернфлейма 5 фрагов, а Орешек говорит, что шафт не дамажит. И с огромным счетом побеждает тандем Лакост и Том Реддла. Поздравляем их, они проходят в нижней сетке дальше. С Борнсом и Бернфлеймом мы прощаемся. И желаем им удачи. С вами были мой коллега Антон Криминал. Я Алекс СС, оператор боя Маша Фортуна. Не забудьте на этой неделе с пятницы по воскресенье решающие бои ТОВ Тандема. Оставайтесь с нами, смотрите Киберспорт, играйте в Танки Онлайн. Субтитры сделал DimaTorzok